Как отмечают специалисты, хотя по сравнению с 2017 годом в минувшем году количество пожаров и уменьшилось на 0,4%, при этом количество погибших выросло в 4 раза от травмированных почти на 19%. Да и в новом 2019 году пожары в Актюбинской области далеко не редкость. С начала года на территории Актюбинской области произошло уже 33 пожара за январь месяц, 17 из них пожар в жилом секторе. Также за 2018 год у нас всего по области 800 пожаров произошло, большая часть из которых является пожар в жилом секторе. В этой связи у нас и количество пострадавших людей, естественно, происходит в жилом секторе. В прошлом году у нас, к сожалению, погибло 12 человек, четверо из которых дети. С целью профилактики подобных трагических случаев ежегодно с наступлением доопительного сезона в протяжении всей зимы специалисты областного департамента по чрезвычайным ситуациям проводят разъяснительную работу в СМИ с работниками организации и учащимися школ и выходят в рейдовые мероприятия. Особое внимание уделяется жителям частного сектора и дачных массивов, так как многие из них используют печное отопление. Спасатели разъясняют людям элементарные нормы безопасности, чтобы ни они, ни их близкие не стали жертвами огня или угарного газа. Главную мысль хотелось бы довести до населения о том, что необходимо обезопасить свое жилище от пожаров, соблюдая элементарные меры пожарной безопасности. Зимой это основное, это использование электроприборов для обогрева и печи. У нас большое количество людей, значит, пользуются печным отоплением, которое подразумевает опасность, бывает отравление угарным газом до летального исхода. В этой связи есть меры безопасности, которые можно предпринять, всегда надо держать это оборудование в исправном состоянии. Потом хотелось бы порекомендовать людям иметь в квартирах и в домах огнетушители для того, чтобы можно было быстро реагировать. И есть автоматические датчики угарного газа, которые также могут обезопасить ночью, выдав сигнал о высокой концентрации токсичных веществ. В феврале-марте департаментом по чрезвычайным ситуациям области планируется проведение акции «Твори добро» совместно с негосударственными организациями. В рамках акции нуждающимся представителям социально уязвимых слоев населения, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бесплатно предоставят средства пожарной безопасности.